Капучино В общем, эта история с кофе не закончилась Почему? Потому что через 13 минут эта девушка мне выдает кофе И кофе еле теплый Ну, вообще, возможно, она и не делала новые кофе Она просто выдала тот Я подхожу и говорю, девушки, я говорю, кофе еле теплый Ну, вот знаете, вот как пьешь, как вода Как теплая комнатная температура вода Вот чисто вот так вот Я говорю, у вас микроволновка есть? Я говорю, подогрите мне просто кофе Мне плевать на эти свойства Мне просто хочется горячего кофе Хотя бы горячего на сколько? Вот я в кофеварке варю кофе У меня там сколько? Градусов 65-70 температура на кофеварке Вот примерно такого хотя бы, да? Она берет стакан И, короче, у них там кофемашина И такая, знаете, хернюшка-то Взбивать молоко, такая трубочка Она берет, буль-буль-буль Он же нагревает, когда взбивает И все, и уже подогрелась Ну, правда, она мне сильно подогрела Ну, ничего, лучше чуть побольше Мне, говорю, у меня без разницы там все Вот Я что хочу сказать Вы знаете, вот ты смотришь на этих молоденьких девчонок Не, я все понимаю, зайники Я понимаю, что у них не совсем большая зарплата И мне очень хочется вникать в тонкости их профессии И мне очень хочется, вот, понимаете Как сказать, погружаться в это во все Потому что, ну, а Зарплата маленькая, скорее всего Несоответствующая, так или иначе, отдача Которая могла бы быть Это а А второе, почему зарплата маленькая Потому что предприниматель Я вам объясню, почему она маленькая Предприниматели, они Не хотят платить большую зарплату Потому что они думают, что Ну, над ебись будут делать работу Поэтому, как бы сказать Они как бы предполагают, что к ним приходят Не особо мотивированные Ну, вот, как бы у них такая логика Ты живешь в Пскове Ты приходишь работать в какую-то там, я не знаю Твою харчобню, да Значит, ты немотивированный Потому что если бы был немотивированный Ты бы уже давно бы свалил бы В Питер, в Москву Ты бы сам бы что-нибудь замутил Сам бы что-то начал делать А ты приходишь работать в найм Девочка, мальчик, да А зачем тебе платить много? Ты же немотивированное говно Примерно так мыслят все предприниматели Я, поверьте мне Поверьте мне Так, на меня срут, блядь У меня еще не Короче, так сегодня много всего интересного Произошло Вот И, в общем, что я хочу сказать Нужно, если вы хотите Работать хорошо В серии услуг Вам нужно не бояться людей Вам не нужно не бояться людей И их эмоций Клиент – это как ребеночек Понимаете, он может и поистерить Он все может Он платит денежку Он приходит в кафе Для того, чтобы его обслужили Понимаете Он, если мог бы так Он бы это все сам приготовил Понимаете Дома И не пошел бы Но он приходит к вам Потому что хочет, чтобы вы просто приготовили Ему и дали Как маленькому ребеночку Понимаете И чтобы все было хорошо Не так, что Блядь, ты должна выбивать И кофе Чтобы было нормальной температурой И все остальное Так не должно быть Обслуживающий персонал Хороший Качественный Он к своим клиентам Относится как к детям Он угадывает желания Он хочет, чтобы клиенту было хорошо Вот что такое качественный персонал И качественный персонал Не боится клиента Не боится Он как мама Понимаете Он как мама Относится к своему клиенту Вот Понимаете, да Вот так, зайчики Вот так Вот А сейчас мы, короче, ехали Шли Переходим дорогу Ну, я, конечно Я всегда спешиваюсь Я Мы, если мы на самокате Если не доедем Переходим дорогу Спешиваемся И, значит, мы переходили дорогу Около Цума Около Цума От ювелирторга К Цуму Ну, кто знает Поворот на профсоюзную Там такой Ну, как сказать Вечером очень много Припаркованных машин Я не знаю, почему нет запрета По обе стороны Там движение очень медленно Туда, когда поворачивают Там очень медленно едут Там и дорога плохая Ну, и, в принципе, там Игрую Припаркованных машин И, значит, со стороны Круга Едет баба И она нас просто игнорирует Мы уже заступили на пешеход Мы уже прошли метр От пешехода Она нас видела Она не могла Нас не видеть Она не могла Нас не видеть Потому что Она поворачивала На кругу Она уже видела Что человек С круга подходит И когда Она уже подъезжала Непосредственно К нам Мы уже прошли Метр или полтора Пешехода И, как бы сказать Ну, там припаркованная машина Поэтому мы не на открытой дороге Как бы получается Она нас бы не задавила Потому что она все-таки Аж не дура Чтобы впендюриваться Припаркованная машина Вот Как бы сказать И Она просто проезжает Я смотрю За рулем баба А у нее на заднем сиденье Сидят двое детей Ну, такие до трех лет точно Потому что кресла такие массивные А это обычно Вот именно для детей Которые, ну, мелкие В общем И, короче, я реагирую У меня сразу крик Ей вслед И тут же Навстречку С профсоюзной Мы переходим дорогу А там едет Другая машина И тоже баба И она тоже прется Но она же раз видит Что это едет, а? Она же у нас Там же прибаркованная машина Мы идем Мы начали движение Она видит Это едет спокойно И она спокойно едет Она же не думает о том Что это идиотка едет Когда люди едут Понимаете? И получается Что эта идиотка Проезжает первая Которая нас не пропускает Мы продолжаем движение И тут же едет вторая Навстречу по этой профсоюзу На нас И уже тормозит И я ей орю Курица Куда ты едешь? Как вам выдают права? Одна курица проехала Не пропустила И ты еще едешь Курица Ну, вторая курица поумнее Она просто не могла бы Понимаете? Увидеть нас Потому что это идиотка ехала Первая, да? Конкретная идиотка Понимаете, да? Так вот я вам что хочу сказать, зайки Бабы за рулем Я не говорю, что это опасно Нет, баба может водить Но баба, которая в декрете У которой дети маленькие Зайки, это баба опасна для общества Все бабы Все бабы, у которой в декрете У которых маленькие дети Испытывают большой стресс Посмотрите на меня Вы думаете, другие по-друге? Другие хуже Они скрываются Алкашничают Курят может что-нибудь еще Какие-нибудь эти Я не говорю, что какие-то запрещенные вещества Трубки курят вот эти У них мозг заторможен Они в стрессе Бойтесь баб с маленькими детьми Жизнь сложная Экономическая ситуация сложная Может у этой бабы муж вообще где-то фиг знает где находятся Сами знаете где Она в стрессе Она может задавить кого угодно Вы понимаете? Бойтесь баб с маленькими детьми Они ненормальные По себе знаю Вот что я вам хочу сказать Видите бабу с маленькими детьми Все, за рулем вообще Даже к ней не подходите Пусть едет спокойно Потому что понимаете, да? Она вся на стрессе От своей жизни Неудовлетворенной Неудовлетворенной жизни Со всех сторон Понимаете? У нас в России Очень мало удовлетворенных Женщин Ну я имею в виду И экономически И сексуально Чтобы все вкупе было А неудовлетворенная женщина Это женщина опасная Теперь мои видео занятия Красивая осанка Доступны еще и на бусте Переходите по ссылочке И смотрите за донат Все видео Красивая осанка Продолжительность 3 часа 40 минут Я каждому вышлю ссылку На скачивание файла Главное не забудьте указать Вашу почту Или проверяйте О сообщении на бусте Размер файла 13 гигабайт А также вступайте в мою группу Красивая осанка Вконтакте Там много чего интересного Или подписывайтесь на Яндекс Дзен Канал Красивая осанка У меня знакомая была такая Очень деликатная девушка И вот она, короче, родила ребенка Я с ней больше не общалась И одна наша общая знакомая Что-то мы разговаривали Стыры-пыры Я говорю Слушай, ну как она? Она мне говорит Слушай, она стала такой агрессивной Она стала, говорит, такой злой После рождения ребенка Говорит, вообще конфликт на конфликте Говорит, с ней вообще, говорит, ну общаться тяжело очень Это нормально, зайки Это абсолютно нормальная история Я хочу вам сказать Да, зайки, да К сожалению, это так Еще есть такая история Если вот я вам сейчас рассказывала эту историю И вам вдруг стало так жалко Эту девушку, которая бедненькая Оля придиралась к этой девушке Которая с кофе И вы, потому что вы поставили себя на место этой девушке Вы либо тоже работаете в сфере услуг Но вам на самом деле такая работа совершенно не подходит Либо Дорогая, уважаемая девушка Это же ваш самокат Да А можно ли мне, пожалуйста, прокатить? Нет Я не ворую ничего Нет, нельзя Почему? Потому что не хочу Ура, это жаль В общем, люди, которые работают в сфере услуг Которые на самом деле Которым это не подходит И это им не нравится Но они почему-то там работают Страдают Вот, в общем Вам просто не надо работать с людьми Есть люди, реально Которым очень комфортно работать Я не знаю Там в офисах На заводах На конвейере Там, где не нужно общаться Там, где вы будете просто стоять Делать работу Вот Человек, который общается Который работает в сфере услуг Он получает удовольствие Понимаете? Я понимаю Для вас Вот для таких Может быть, это звучит дико Люди есть, которые Получат удовольствие Когда они обслуживают Других людей И делают им комфорт Понимаете? Они прям вот кайф ловят От того, что я вот Делаю тебе комфортно Я тебе оказала услугу Тебе удобно Тебе хорошо Есть такие люди Но если вы не ловите кайф От этого Вам не нужно работать в этой сфере В сфере обслуживания Понимаете? Вот Вам просто не надо в этой сфере Работать Эта сфера не для вас Вам нужна другая сфера Но такое часто бывает Что люди, которые Ну, не в своей сфере Они работают все равно Почему-то И страдают Ну, какие-то у них Такие установки Что, типа, работа Должна приносить страдания Вот, и поэтому Они работают в той сфере В которой им не нравится И страдают И страдают И когда я вот Послушаю такие мои рассказы Что я там это Требую, чтобы мне кофе был Нормальной температуры Чтобы кофе вместе с едой Они такие О, стерва О, стерва Ко мне тоже такие стервы Приходят Что им что-то не нравится Зайки Ситуация, в которой Вы ненавидите Своего клиента Эта ситуация Ненормальная Вот Вы не на своем месте Чужое место занимаете Друзья мои, мой канал Нуждается в вашей поддержке В первую очередь Это ваши лайки Комментарии И подписки Также вы можете Угостить меня Чашечкой кофе Перечислив ваш донат Напрямую мне на карту Или воспользовавшись Сервисом Donation Alerts Все ссылки В описании видео А для самых увлеченных Зрителей У меня есть Уникальное предложение Стать моим Доном В группе Вконтакте Невротичка Оля Нажмите Поддержать Автора И введите Любую сумму Удобную Для вас И вы получите Доступ К эксклюзивным Видео О моей личной Жизни Психологическим Разбором На примере Моих Ситуаций Будьте готовы Эти видео Слишком Откровенны Люблю Целую Ваша Невротичка Оля Продолжение следует... Продолжение следует...